В восемь десятков лет они работали на совесть для своих соотечественников. Сегодня в Приморье нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не пользовался ее услугами. Крупнейшая транспортная компания Дальнего Востока в минувший уикенд отметила юбилей. На центральной площади Приморской столицы прошли праздничные мероприятия, на сцене выступали артисты и спикеры. Это автомобили, которые работали на стройках Приморского края, которые возили людей в Приморском крае. Эти автомобили – это история, которую прошли все мы, жители нашего родного, любимого края, нашего города Владивостока. Компании Примор Автотранс, кроме солидного трудового стажа, есть чем похвастаться. Перевозчик охватывает более 400 населенных пунктов Приморья из десяток городов Китая. Ежедневно компания занимается перевозкой тысяч людей, доставляет грузы. Во главу угла Примор Автотранс всегда оставил не столько количество объема перевозок, сколько самого человека. И теплое, почти дружеское отношение к пассажиру. Буквально месяц назад был съезд автотранспорта, который проходил в центре России. И Приморский край был отмечен особой наградой именно за вклад не только в развитие промышленности, развитие инфраструктуры транспортной, но и за отношение именно к людям. Кроме песен, плясок и оваций, центральную площадь в солнечный воскресный день украсила гордость компании. Прямо перед сценой выставили больше 20 единиц эстетически безупречных и надежных ретро-автомобилей. В движение они придут чуть позже, а съемочная группа восьмого не удержалась от беседы с генеральным директором компании. Он рассказал об истории предприятия, поделился интересными подробностями и в целом дал оценку трудовой деятельности Примор-Автотранса. Компания многоплановое предприятие, у нас все виды деятельности существуют. Но главная деятельность, это, конечно, автомобильная, перевозка пассажиров, грузов. Но при этой деятельности у нас прочие действия мы занимаемся всем. У нас и гостиницы, есть и магазины, и станции технического обслуживания, и строительства. Всем мы занимаемся и сельским хозяйством немножко. Как и обещали организаторы, под конец концертной части площадь наполнилась звуками ревущих ретро-моторов. Оказалось, что в юбилейной программе нашлось место для настоящего автопробега. Эти красивые машины с 1 по 5 сентября пересекут половину Приморья, от Владивостока через Спас-Дальний и до самого Дальнереченска. И вот раздается команда, ключ на старт, и автомобили выдвинулись в путь. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова